Сегодняшняя тема. Известно, что PIP успела реализовать более 300 тысяч некачественных имплантатов, 90% из них были закуплены клиниками пластической хирургии за пределами Франции, в том числе и в России. Французский завод PIP объявлен банкротом и закрыт еще весной, после того как выяснилось, что в производстве имплантатов использовался силиконовый гель низкого качества, технически, не одобренный к применению в производстве изделий медицинского назначения. Это стало известно, когда во французское агентство по контролю качества медицинской продукции начали в массовом порядке обращаться пациентки пластических хирургов с жалобами на разрывы и протечки имплантатов. Французские и британские представители медицинских организаций призвали женщин, перенесших операции по увеличению груди, уточнить название производителя имплантатов у своих пластических хирургов. В случае если им были установлены имплантаты компании PIP, им рекомендовали пройти дополнительное обследование в течение ближайших шести месяцев. При обнаружении разрывов, имплантаты настоятельно рекомендуется заменить. При этом французское правительство своим пострадавшим женщинам обещает всяческую помощь. Что делать петербуржинкам, увеличившим грудь с применением имплантатов полиимплант протез? На этот вопрос отвечает Павел Куприн, кандидат медицинских наук, пластический хирург высшей категории, главный врач Центра пластической хирургии профессора А.Е. Белоусова и доктора П.Е. Куприна, имплантаты PIP использовались и в петербургских клиниках. Поэтому я бы рекомендовал женщинам, перенесшим операции по увеличению груди заглянуть в свои медицинские карты, выписки, в которых должно быть указано, кто, когда и что и устанавливали. В законопослушных клиниках в выписке, выдающейся на руки пациенту указывается компания «производитель имплантатов», их серийный номер, паспортные данные. Если это имплантаты PIP, обратитесь к своему врачу. Наш Центр этими имплантатами не пользовался, в первую очередь потому, что они позиционировались на рынке, как новинка, а мы предпочитаем работать с изделиями для увеличения груди, которые уже прошли проверку временем. Ирина Донцова Ставь лайк и подписывайся на наш канал.